всем привет я Евгений Матвеев и это мастерская пит-стоп в сегодняшнем видео пойдет речь за достаточно редкий на наших просторах мотор мотор от honda x8r к сожалению не знаю его маркировки а хотя чё это я не знаю сейчас узнаю af49e но еще впереди написано high черточка af49e не суть для всех тех кто ездит на этой технике известно что ну запчасти в общем-то на него достаточно тяжело найти и как правило все опять же под заказ с этим агрегатом случилось в общем-то тоже самое то есть развалился двигатель постепенно того что здесь было 70 кубов и понадобился коленвал коленвал который у него здесь имеет шайт шат на нижней шейке шатуна такой что все удивлялись и спрашивали у меня все кто пробовал его говорят а как как такой шат мол мог получиться ну как методом систематической езды и наваливания то есть вот вот так вот то есть с этим шатом мотор еще ездил я бы не представляю конечно как он гремел лично для меня такие звуки из двигателя как серпом по яйцам так в общем то суть в чем такой коленвал чтобы найти оригинальные там или еще какой-нибудь нужно ждать как правило месяц стоить это будет в среднем 5-6 тысяч рублей с учетом доставки так вот сегодня я хочу вам рассказать о том как можно купить один хитрый коленвал который с некоторыми доработками встанет на этот двигатель как родной вот блок x8r если обратите внимание здесь очень все похоже точно так же как на там в любом такте или диаз вертикальным мотором кстати лепестковый клапан абсолютно такой же вот этот коленвал который только что вам демонстрировал размер коренных подшипников этого коленвала 25 на 56 это стандартные подшипники у двигателя x8r и коленчатый вал honda lite f20 если посмотреть на него поближе то можно увидеть что здесь вообще практически никаких отличий нету не в ходе не в диаметре валов нет в общей длине коленвала не в ширине щек не в диаметре щек не в чем кроме посадочных мест коренных подшипников если здесь подшипники 25 на 56 на 12 здесь подшипники будут стоять 20 на 56 эти подшипники обычно стоят на двигателях af34e гбл так называемой первой серии zx так вот один есть только момент здесь у конкретно этого коленвала единственное что надо с ним здесь сделать это переточить и конус который работает посадочным местом маховика стартера здесь диаметр чуть чуть больше то есть ну угол наклона такой же точно но пар . где-то вот до середины я отвез его токарю переточил на ту же самую глубину то есть если взять и допустим маховик на этот коленвал накинуть на родной и на переточены что глубина посадки здесь абсолютно сейчас идентичны это единственное что было сделано с этим коленвалом для того чтобы он подошел ну и опять же еще один момент с подшипниками то есть если вы сделаете то же самое что я вам сейчас рекомендую сделать если у вас такая ситуация сложилась то вам понадобится покупать подшипники не 25 на 56 20 на 56 то есть попросить подшипники для двигателя honda dio 34 первого поколения или гбл у гблк стоит подшипники 20 на 52 они на 56 двигатель был в очень плачевном состоянии он был весь замызганный затасканный весь был солидоле мы с моим помощником его на пару отмыли покрасили вот так вот сейчас выглядит колесный диск это все было сделано по просьбе владельца максимально стандартно чтобы все все выглядело как будто с завода единственная от себя тяна то что и колесные диски у x8r черного цвета но я здесь проявил инициативу после того как я снял полностью лакокрасочное покрытие с диска показал хозяину он все-таки передумал красить его в черный цвет и мы сошлись на мнение что серебристый металлик с небольшим нововведением красной окантовкой будет смотреться куда ярче крышка также точно черного цвета как должна была быть подожди она уже не все по двухкомпонентный лак немножко запылилась затаскалась теперь попробуем все это дело собрать до кучи и посмотреть будет ли это все работать конечно же в этом видео я вам не смогу показать как это все будет работать потому что в данный момент у меня в гараже только двигатель находится мопед находится в другом месте и моя задача сейчас его собрать этот мотор отдать хозяину который уже последствия поставить на мопед и позже я постараюсь выложить вам видео того как это все будет работать и ехать но я не думаю что от диаметра внутреннего подшипника что-то круто изменится потому что тут по сути ну этот участок не может быть силовым на старом коленвале то есть то что здесь коленвал худее никак не отразится на работе двигателя самое главное это конечно же купить качественный коленвал они какой-нибудь китай и не тратить на него время ресурсы и в общем-то беготню к токарю для того чтобы потом обратно бежать за каким-то более нормальным коленвалом и точить его в заново потому что тут просто развалится данный коленвал я заказал в магазине moto dart спасибо им большое за то что они мне там посоветовали какой из них лучше взять в сжатые сроки в течение где-то 4 5 дней он приехал с петербурга ко мне я постараюсь найти ссылку на него и прикреплю к видео ну что поехали подшипники будут стоять нтн кстати тоже заказаны на том же самом оттадарте это у нас по моему даже жопань по прайсу по крайней мере она больше была жопань да можно обратить внимание на серию всяких таких отличительных особенностей подтверждающих что этот подшипник оригинальный японский во первых у него гравировка глубокая на корейских подшипниках или китайских которые косят под японию маркировка не такая глубокая и заклепка на и держатели шариков на сепараторе круглая на неоригинальных подшипниках держатель подшипников а именно сепаратор обычно из светлого металла и заклепка плоская не закруглены о кстати смотрите-ка у меня остался один подшипник с этого двигателя я могу для тех кто ну совсем не в теме показать отличие подшипника от подшипника вот это 25 на 56 это 20 56 обоим очень сильно разные а ширина и количество шариков одинаковы хозяин этого двигателя очень сильно переживал вообще по поводу такого кулибинизма типа а что как как получится не получится у него этот двигатель по моему пролежал около трех месяцев будучи разобранным разобрал он его самостоятельно работает он на ст.о. он в общем-то и хозяин ст.о. и сам себе директор и начальник и работник занимается машинами и так получилось что я приехал машину ремонтировать а ему понадобилось мопед сделать и в общем то мы грубо говоря вступили в симбиоз он теперь мне ремонтирует тачку которую я не хочу ремонтировать а ему ремонтируем мопед который он не хочет ремонтировать греем половинку до 100 градусов этого достаточно если есть пирометр хорошо если нет пирометра то можно капнуть воды посмотреть что происходит на поверхности блока двигателя если зашипела или хорошо начала испаряться значит скорее всего температура которая необходима для усадки подшипника уже достигнута мы же будем пользоваться пирометром иной раз кстати говоря когда холодно достаточно в помещении где-то 10-15 градусов разумеется все детали которые находятся внутри этого помещения тоже холодный и в таком случае если подшипник имеет температуру 10-15 градусов достаточно нагреть половинку блока двигателя градусов до 70-80 и подшипник встанет если здесь все с допусками нормально то встает запросто сейчас как раз и проверим какой-то говняный газ скорее бы уже этот баллон закончился многие пользуются электрическим феном промышленным для прогрева половинки я не особенно люблю этим заниматься потому что лично по моему субъективному мнению греет он дольше чем газовая горелка хотя может быть я и не прав просто не хочу так что если есть фен можно греть феном если есть печка то можно положить на печку купил газовую горелку на свою голову если вам когда-нибудь предложат вот эту вот газовую горелку если вы увидите на газовой горелке надпись vito на желтом фоне черными буквами вот такой вот никогда в жизни это говно не покупайте первое время она работает нормально а потом когда начинают дубить резинки там внутри она перестает нормально греть интенсивность пламени падает и все это дело превращается в зажигалку на самом деле греешь греешь нихрена толку ну ладно давайте попробуем а вдруг свершится чудо о залезла ты глянь вот я нагрел до 68 градусов и она залезла это это только благодаря тому что достаточно прогладно меня сейчас здесь внутри обычно у меня здесь где-то градуса 22 25 сегодня на улице тепло и печка уже наверно даже потухла так теперь делаем то же самое с правой половинкой следующая последовательность это установка коленвала в правую половинку многие делают по-другому сразу оговорюсь все кто делает по-другому не критикуйте меня потому что правильных способов существует масса кому как нравится кто-то ставит подшипники на коленвал а потом вместе с коленвалом подшипники ставят в половинку кто-то ставит коленвал в левую половинку перед перед этим ставят подшипники также как и я Так что это дело вкуса, самое главное, не как собрать, в какой последовательности, а собрать правильно. У всех так бомбит, когда я грею подшипники открытым огнем. Ты что? Нельзя греть подшипники открытым огнем, они же таки посинеют, а у меня таки есть пирометр. Так что ничего им не будет, но 85 градусов. Так, главное сейчас засунуть правильный коленвал, а не булушный. Опс, тилвердопс. Так, теперь мазаем герметик. И собираем. Так, теперь гиреем второй подшипник и собираем. Кстати, вот отличительная особенность всех хондовских моторов. У всех с левой стороны коренной подшипник торчит. Почему так сделано, мне лично непонятно, если честно, до конца. Правый заподлицо, а левый вровень выпирать. О, 109 градусов. Дымок пошел от масла. Эх, гребаные направляйки, что у вас. Ладно. Такой красивый блок покрашенный, такие страшные болты. Как жизнь моя без денег. То, что надо. Насчет вариатора. В 157 раз говорю, что так же точно, как и на хонде лид на x8r, а f49e. Маховик не забивается молотком. Он просто вкладывается. Вот это тут маховик. Его просто вы, когда собираете конструкцию, положили на конус. Положили на него сверху вариатор. Накинули ремень, щеку, храповый механизм и притянули гайкой. Все. Ничего туда забивать не надо. Вариатор здесь один в один, как на ZX. На 35-м. 118-й шкив. Такой характерной формы. У него задняя сторона не из штампованного металла. Она... Не, ну может быть она, конечно, и штампованная, только выполнена совершенно по-другому. У нее нету такого края, вот как здесь. У 105-го шкива. Вот есть такой краешек с другой стороны, так же точно. Здесь нету. Вот он такой плоский. Тоже маркировка HM. Так же, как на ZX. Вот она. То есть вариатор здесь очень похож на ZX-овский. Только с одним отличием, что здесь нога длиннее. Вот такая вот крышка здесь здоровенная. А принцип стартера и вся передняя часть взята от Honda Elite AF20. Без каких-либо тут сильно крутых изменений. В целом и в общем все очень похоже. Так же точно, кстати, здесь такая чашка вставляется. Но она здесь немножко своя, но тем не менее. Конструктив очень схож. Так что, если кому-то вдруг вздумается воткнуть такой мотор на AF20 лид, то я, вы знаете, даже с уверенностью процентов, наверное, в 70 могу заявить, что этот двигатель без переделок встанет на раму льда. Я не помню равноудаленность ушей крепежных на ледовском моторе. Не буду утверждать, что здесь все один в один. Я всего лишь возьму сейчас и померяю от саленблока до саленблока расстояние внутри. И этого будет, думаю, достаточно, чтобы определить для тех, кто вдруг задумал себе резко такую идею воплотить в жизнь. Была почва для размышлений. Ну, короче говоря, 131 миллиметр внутри. Ну, очень похоже. Просто запредельно. Так же точно с правой стороны масляный насос. Здесь он, правда, заглушен, но не суть. Сальник с левой стороны тоже идет 19,5 на 31. Так же точно, как на 20 лиде. Вот то, что здесь классно сделали. Базара ноль. Здесь не надо снимать шкив для того, чтобы снять ремень. Я вот не помню на какой-то модификации. По-моему, даже на лиде. Там в одном месте мешает, там болт такой хитрый. Он не дает ремень снять со шкива. Здесь вообще класс. Здесь расстояние, вот палец проходит между шкивами телом. То есть они здесь не экономили с пространством. Хотя могли запросто это сделать. Я думаю, что тут, скорее всего, задел был для оверсайза. Его сюда можно вообще в легкую запихнуть. Здесь нет никаких ни ребер, ничего. Вот что касается толщины вообще металла в ноге, я просто охреневаю от этого мотора. Здесь запас прочности просто колоссальный. Я вот сейчас даже померяю, сколько здесь толщина стенки-то. 8 миллиметров. Китайцы обосрутся кирпичами просто-напросто. Со своими 139-ми QMB и вот этой вот алюминиевой фольгой 3-х миллиметровой. 8 миллиметров толщина стенки здесь. Офигенные ребра. То есть вот этот мотор, я не думаю, что вообще есть какой-то вариант его сломать пополам. Роксовских моторов, переломанных пополам, я уже видел, перевидел. Обычно там, если для станта там делают что-нибудь, там тоже оверсайз ставят, пилят здесь ребра. Там ребра, короче, заходят в некоторых местах, спиливают. Начинают наваливать без крышки, только хлысь пополам мотор. Есть. Этот, по-моему, можно без крышки чпокать вообще в легкую, ничего ему не будет. Ремень у нас малосяй. Хрен знает сколько, нахрен знает сколько. Так, ориентировочно где-то, наверное, миллиметров 800 минимум. Может 820, может 830. Ширина 18, так, на глаз. Очень длинный ремень. Самый длинный из всех, которые я вообще на полтиннике ставил. Это, наверное, самый длинноногий двигатель. И самый удаленный по осям, насчет вариаторов. То есть просто офигенно длинный мотор. Даже на гребаной минорели, там самый бешено длинный ремень. Ой, чтоб не соврать. 785, по-моему. По-моему, да. И можно даже короче ставить. И 760 можно поставить там для определенных целей. И все, что хочешь. И самое интересное, что если взять минорели короткий, тот, который 3kg, у него, наоборот, ремень длиннее. Потому что там интересный момент с редуктором. Если здесь посмотреть на редуктор и на входной-выходной валы, можно увидеть, что они в разных осях. Ну, этот ближе, этот дальше. Потому что, ну, так редуктор устроен. А на 3kg моторе, если вы посмотрите на входной-выходной валы, они будут в одну линию. Там так хитро и сделан редуктор, что они вот так вот взяли и заморочились, разместили первичные валы, вторичные, почему-то в одну ось. Я не знаю, для чего это было делано. Но, именно в связи с этой причиной, у него, у 3kg подшипник стоит в крышке вариатора. И именно по этой причине нельзя гонять без крышки на 3kg, потому что развалится сразу в говно полностью редуктор, потому что он, в конце концов, на одном подшипнике вращается. Там конструктивно просто невозможно поставить подшипник внутри. Поэтому так сделали. И из-за того, что у него промежуточная шестерня и первичная развернуты наоборот, первичка и вторичка, поэтому в одну линию. А промежуточный вал стоит впереди, а не между валами. Но это я залез совсем не в тедебе. Так, уйди отсюда, ты меня нервируешь. Вкладывается маховик, задний шкив, так, потом передний шкив. Вот, знаете, самое что для меня удивительное, вот в ледовском моторе, в частности, причем не только полтинничный, но и 90-кубовый, у них настолько тонкий хвостовик вот этот вот. И гаечка такая маленькая на вариаторе, вообще беспонтовая. Здесь вот резьба, по-моему, на 12. На 35-й Хонде, на АФ-34Е, на АФ-24Е, резьба на 14, блин, как на свече. Как оно не отваливается? А, вру! На 10! На 10, блин, вообще! Как оно не разваливается от боковой нагрузки? Так тут же ж нагрузки, елки-палки, тут 70-кубовая поршневая стоит. Ну ладно, хорошо, в завода не стоит 70-кубовая. Но задел-то есть, то есть поставить это все можно, вставить даже воду сюда. Ролики разноименные стоят, вариатор явно не родной, вариатор какой-то, наверное, малосяи какие-то. Сейчас мы поглядим. Да, малосяи. Ну, может, даже это самое, как там, как я его люблю назвать, Малоси-мультиотвар. Кстати, это, говоря, слово не моего авторства. Это кто-то мне написал в комментариях в Ютубе. А что будет, если я поставлю на Хонду вариатор Малоси-мультиотвар? Я так проржал с этого вопроса, меня так разорвало на куски, что я сел вечером и сделал в фотошопе картинку мультиотвара. Кастрюля, и туда засыпаны все запчасти вариатора Малоси. Малоси-мультиотвар. Блин, а вот, кстати, Малоси, слово Малоси, по-моему, авторство принадлежит Андрею Скутерсу. Тут уже ни дать, ни взять. Я, конечно, не уверен на все 100%, но очень часто его использует именно он. Даже получился некоторый пиар. Мы за нем маслица чуть-чуть. Разработалось. Теперь стакан, тоже Малоси. Можно посмотреть. Ничем не отличается, кроме того, что боковая стенка у нее, по-моему, чуть-чуть потолще, чем стандартная хондовская. Такая же точно нахлобучка противовзрывная сверху. Это вот эта вот штука. Вот она, из тонкого металла. Это типа страховка. На случай, если вдруг лопнет стакан сцепления, колокол, там его многие по-разному называют, то вот эта стальная обойма, она не даст разорвать крышку. Но я вам скажу так, что есть видосиши с реки-джишным ямаховским мотором, где демонстрируется работа стандартного сцепления на не совсем стандартном моторе. Там ребята на 70-кубовой поршневой и на заряженном блоке двигателя поставили крышку на 3G-двигатель, насырлили там дыр типа для вентиляции, взяли, поставили стандартное сцепление. Как газанули! И все это так вот в пыль в разные стороны. То есть это была демонстрация работы заднего вариатора, а именно стакана сцепления при критических нагрузках, которые обычно на стандартном моторе на него не оказываются. Теперь найти бы крепеж от стакана сцепления, а вот он, по-моему, ну, по крайней мере, похож. Нам понадобится головка на 14, хром-малибденовая, понадобится пневмогайковерт ликота, модели ПАВ-04048, такая ненавязчивая реклама. Все, вращает отца. Вращает отца. Так, теперь ответная часть. О, интересно. А здесь по линии. Очень, очень хорошо. Так, а вот теперь, хе-хе, первые интересности. Вот для чего был запилен старый коленвал. У старого коленвала, здесь, если посмотреть, кто-то явно колхозил вот такую вот штуку. Вот. То есть, вот эта вот часть. В общем, вот эта вот пеналка, если ее так можно назвать, вот, то есть, здесь отверстие неправильная форма. Это типа упорчик такой сделан. Все это делается для того, чтобы распределить нагрузку крутящего момента и на внешнюю щеку. Только, ну, я лично не знаю, для чего это делалось, потому что, когда нормально прикручено, оно уже и так никуда не девается. Ну, ладно. Я вот сейчас тоже вот стою и думаю, стоит мне пильнуть коленвал или мне наоборот все-таки стоит пильнуть щеку, чтобы не пилить коленвал. Даже не знаю. Пильну, наверное, коленвал. Ну, в общем, теперь как-то вот так это все выглядит. Немножко поаккуратнее, чем было до меня. Будем надеяться, что это будет все работать. Ну, а теперь можно с чистой совестью накидывать в конце-то концов ответную часть. Дальше устанавливается шайба храпового механизма. Потом, где опять эта гребаная коробка? Ой, уже нет занятия искать крепеж, который не ты раскладывал. Так, вот, шайбочка и гаечка. М10. А у меня теперь есть резьбомер. Я теперь могу сказать, секок, а теперь здесь шагов в резьбе. Так, сколько тут? 1,25 оно. 1,25? Да! М10, 1,25. Я умный. Потом голова на 14. Пневмогайка, вертли, кота. И что такое? На 14? На 14. Вот. Теперь крышечка бендикса. Гидее! Вот так. Ну, это, наверное, вот так устанавливается. Какую? Изнутри. Изнутри ее на нее. Халатум балдамс. Да, да, да. Да. Так. Ну, уродибо усил. А, вот, кстати говоря, теперь самый животрепещущий момент. Установить систему кикстартера в крышку, которая свеже покрашена так, чтобы не поцарапать. Понадобится тряпочка. Ходят тут всякие гремят и гремят. Тут все один в один, как на Хонде Лид, кроме вот этих вот упоров. Вот на них, если посмотреть, вот они, эти два упора для пружины храповика. Вонт этого храповик такой же точно, как на Хонде Лид АФ20 и HF05. Устанавливается пружина. Все, никак не заставлю себя снять видео про установку системы кикстартера на 3КG. Там такое-то занудство вообще запредельное. Ладно, сейчас не об этом. Тут надо мазануть. Мазануть. Многие используют солидол для смазки. Я не знаю, я почему-то никогда не любил мазать такие вещи солидолом или литолом двадцать четвертым. Не знаю, мне неприязнь к этой смазке. Я считаю, что если здесь все правильно сделано, если здесь не ночует пыль и грязь, то нечерто сюда вообще там этот литол мазать. Масла достаточно, потому что тут из всей выдавленной смазки на все эти трущиеся части такой мизер выполняет работу, а все остальное просто рядом висит соплями, что вот лично для меня, тогда, когда я беру двигатель на ремонт, когда-то такое было, я брал двигатель на ремонт, отмывать все это говнище в перемешку со стружкой от ремня занятие в крайней степени сомнительности по удовольствию. Так, океанка. Вот. Все это дело встало. Теперь должна быть где-то шайба такая здоровая. Вот такая вот шайба. Она в общем выполняет функцию типа демпфера. И после нее уже устанавливается стопорное кольцо. Для установки стопорного кольца нам понадобится сегера на разжатие. Я страсть как люблю умничать. Один грамотный человек давным-давно мне в комментариях назвал вот эту штуку сегерой. Я загуглил. действительно сегера. А я ее называл как-то экстрактор или еще чего-то. Ну хочется за умного сойти. Они всегда выходят. Так-то на самом деле дурак дураком же. Слов умных нахватался. Так, блин, тут стопорное кольцо какое-то такое подзатраханенькое такое, проститень припортовая. Так, где-то у меня тут были стопорненькие колечечки. У меня их тут чуть-чуть всяких разных, но я надеюсь, что я то, что мне необходимо, сейчас найду. Самое сложное это не найти стопорное кольцо, а отцепить его от общей кучи, потому что все намотается одно на другое. Кстати говоря, нельзя недооценивать стопорное кольцо по упругости, а также состояние стопорного паза, потому что у многих потом возникает вопрос, а что это у меня при запуске двигателя лапка опускается вниз и двигатель издает такие рычащие звуки, бешеные какие-то, пугающие. А там на самом деле вся эта штука сдвигается вовнутрь, то есть вот это вот вот сюда вылазит. Храповик, разумеется, следом за этим полумесяцем лезет в сторону коленвала, все это дело успешно заклинивает и начинает рычать как умалишенная. Ну лапка тут конечно, я офигею. Как такой лапкой вообще можно завести что-то? То есть ну если взять долго откручивать. Ну короче говоря, лапка на хонде на 35-м ZX наверное раза в полтора подлиннее будет. Сейчас он Саня открутит и покажет всему миру на ютубе как выглядит лапка на 35-м ZX. Че ты стесняешься? Ну вот короче говоря вот так вот это все выглядит. Нафига такую лапку кастрированную ставить? Ей же нереально что-то заводить. ну я понимаю там Виталий уровень жизни позволяет, деньги есть у всех, бла-бла-бла и у каждого уважающего себя стрит-сракера стоит аккумулятор на мопеде. Ну блин, ну берите вообще-то да нафиг, не позорьтесь. Это вот кстати говоря лапка из разряда как на зоне 51 там тоже она такая удобная что если не дай бог двигатель забарахлил и надо пошморохать от души нога гарантированно будет болеть вечером просто гарантированно потому что там все сделано так чтобы не завести а натрахаться как следует для того чтобы отбить всякое желание еще раз в жизни все это заводить чтобы ты 100% поехал и купил себе либо новый аккумулятор если дело было в аккумуляторе либо сделал двигатель таким образом чтобы он заводился с полтыком кто-то мне сказал помажь трещотку наверное все-таки следует это сделать что-то мне уже самому надоело как она работает да давайте закручивайся ну стесняйся о ну все система кейкстартера собрана теперь можно все это дело собирать до кучи интересная вообще особенность сейчас только я увидел обратил внимание в блоке двигателя есть как то точно так же как на минореле на длинном на коротком центральная стойка в центральной стойке есть резьба а дырки в крышке нет вот так вот прикольно интересно зачем я так вот чувствую что как оно там ну да вот вот это вот выпуклость вот она это вот как раз то место где должна была быть упорная стойка и отверстие но ее тут нету нахрена тогда тут резьба вообще непонятно болты то старое дерьмище которое тут было я ставить не хочу я буду сейчас ставить красивые гламурные болтяры которые я люблю покупать в одном евпаторийском магазине и затягиваем все это успешно вот красота лепутата какая лекота теперь можно со спокойной совестью ставить тракт трактец теперь у нас такой гламурненький красивенький а не то что было до этого кстати я вам сейчас продемонстрирую глушитель от этого двигателя мы с ним ничего пока не делали и вот глядя на этот глушитель вы просто представьте в каком состоянии был мотор это вот наружная часть вот это вот внутренняя часть то есть ну вот приблизительно вот так же выглядел весь мотор что с этим всем делать я пока еще не придумал но что-то делать надо потому что будет у всех когнитивный диссонанс если они увидят двигатель который вылезанный выкрашенный и этот глушитель собирать я буду на герметик потому что прокладки у меня к сожалению закончились но сути дела это не меняет если все аккуратненько нанести тонким слоем как в анекдоте про пистолет и спирт то все будет нормально так это сюда теперь мазаем место только вокруг впускного тракта потому что все остальное в намазывание не нуждается поскольку в герметизации опять же не нуждается ну ладно можно еще вот так вот сделать здесь вот это вот намазать вокруг болтов если вдруг там где-нибудь есть микротрещина то есть вот так это все выглядит для меня до сих пор загадка для чего было делать с одной стороны углубление под болты а с другой стороны нет может быть в процессе сборки до меня дойдет в данный момент я искренне не понимаю этого процесса то есть для чего вот здесь вот лунка сделана под болты так впритык что тут только еле-еле головка заходит туда а с другой стороны никакого пота и нету так точно как допустим там на леде на том же без какого-либо нововведения не исключаю что тут дело в форме кожуха обдува возможно тут из-за него все это было сделано я так смотрю что вот по углублениям не исключено что здесь даже с завода какие-то пробочки стояли все в общем стиля ради как говорится чтобы ничего лишнего не торчало наружу теперь можно ставить горшок горшок кстати у нас б.у. жестко но еще поездит а корси интересно какой-то какой-то непонятный надпись не по-русски где-то был игольчатый подшипник кстати говоря владелец мотора попросил тщательно меня приобрести что-нибудь получше я имею ввиду из игольчатых подшипников поэтому мною было предпринято беспрецедентное мероприятие по покупке супер навороченного игольчатого подшипника стопорных колец в поршине не оказалось поэтому будем чпокать те которые у меня лежали давным-давно в запасе я всегда ставлю одно стопорное кольцо на поршень ставлю его в первую очередь с той стороны где труднее всего подлезть когда будешь устанавливать если он будет стоять уже на блоке двигателя то есть с той стороны я его сюда ставлю в первую очередь и дальше стандартное кино второе стопорное да что такое блин у меня что-то сегодня теперь горшок подголовка здесь уже отличается я не знаю конечно это оригинальное или не оригинальное ин интейк у него такие развитые ребра обозначение сокращено интейк то есть впуском туда ну там где ин то есть вот здесь типа впуск фронтальное окно ставить вот так у меня тут некоторая заминка с прокладкой придется ее аж завтра покупать ну да ладно не суть раз такие дела значит будем собирать то что не требует пока прокладки в нашем случае прокладки не требует вот этот вот механизм который изначально так же точно что-то хреново одевался снимался вообще механизм здесь очень экстравагантный типично итальянский одевается вот такая вот мутата у которой 4 болта точно так же как на автомобиле шайба гайка здесь еще шплинт ставится но я если честно в этом вообще никакого смысла не вижу я не помню что-то чтобы гайка у которой противоотворотная вставка когда-то сама взяла вдруг и открутилась ни с того ни с сего это уже чрезмерные меры а дальше самое гламурное самое красивое колесо колесо здесь конечно крутое вот так головка хроммолибденно 17 все это дело удобно накручивать только когда она одета в головку вовнутрь крыльчатка обдува ну пожалуй такая же как на обычных хондах которые встречаются сплошь и рядом потому что потому что хонда магнит такой же не исключено что даже выступ модулятор на магните в том же месте не удивлюсь что тут еще такого рассказать насос масляный как на леде один в один тут он поломатый ну а в целом его если сильно захотеть то можно реанимировать просто хозяин не спешит этого делать мешает масло в бензин поскольку семидесятка и все такое как водится каждый уважающий себя стритрейсер не доверяет масляному насосу потому что доверять масляному насосу тогда когда у тебя на сто пятьсот денег стоит железо в моторе ну это себя не уважать кожух свой ни на что не похож тут уже конечно они проявили хотя бы какую-то инициативу то есть не шли по шаблону но крепится привычным образом ой что это я так же здесь он сделан еще так по интересному ну как бы не то чтобы сильно уж по интересному но на хонде чуть-чуть по другому там она эта штука заканчивается где-то здесь а здесь они как-то чуть-чуть по-своему сделали но это не принципиально важно хуже нет занятия чем собирать мотор после того как его разобрал кто-то попробуй докажи что не ты потерял крепеж так ладно раз уж с этой стороны двигатель стоит то пожалуй не лишним будет воткнуть сюда карбюратор карбюратор точно такой же как на гблк двигатели абсолютно такой же электроклапан стоит уже китайский по нему видно здесь здесь я уже мудрствовать лукаво не буду надеюсь на то что здесь все в порядке потому что ну так вроде бы он чистый по крайней мере по-моему я начинаю понимать откуда вот здесь были где-то длинные болты и опять же это все не то пальто термоизоляционная проставка такая же точно ничего нового абсолютно все один в один вообще не знаю как можно так запросто снимать это все кучи это же как это мейнстрим как всякие там метросексуалы говорят это же мейнстрим или что-то такое это же моветон с трудом понимаю значение этих слов думаю что они тоже с трудом понимают значение этих слов так ладно короче нафиг не ну так ли а не хочет но самое главное их использовать и самое главное использовать в том обществе в котором никто не знает что значит эти слова чтобы лицом грязь не ударить карбюраторчик гблк шный плох тем что у него резьба уже в теле если взять гблк карбюратор у которого колпачок вот этот вот алюминиевая резьба мелкая там стоят специальные вставки железяные в которых нарезана резьба на случай если вдруг резьба крякнет вставку можно достать поставить другую и обратно его чпокать успешно здесь этот номер не пройдет не дай бог вам сорвать резьбу все и еще один момент опа опа только проговорил нету резьбы зашибись только проговорил и только хотел сказать про то что с правой стороны на ухе еще все так сделано хитро что там даже гайку не туда подсунуть то есть резьба уходит вовнутрь тела карбюратора и на этом все благо что вот хотя бы с этой стороны с левой можно гайку подсунуть слава богу я сейчас смогу это сделать последний штрих в нашем артхаусе это крышечка обдува ну я надеюсь чтобы ааа хрен ас 2 не последний последний штрих в нашем артхаусе будет установка центральной подставки и кстати говоря здесь был был угропан угрохан крепеж на этой центральной подставке один болт был сорван и все кстати говоря потому что некоторые очень сильно не любят смазывать резьбу особенно ту резьбу ой здесь нету нормалды ладно особенно ту резьбу которая железо и алюминий ее нельзя использовать сухой нельзя потому что запыленная засратая мусором резьба заглинивает отрывается кусок витка от алюминиевой части и тут начинается самое интересное не закрутить не выкрутить есть хороший анекдот окончание у него называется не дать не взять тогда когда кариес и месячный вот здесь та же самая ситуация происходит то есть резьба должна быть смазана начал разбирать двигатель вот под покраску обратил внимание что с левой стороны сзади там ухо ну я вам еще покажу из него торчит обломыш так называемый обломов кусок болта который явно пытались выкрутить и попытки его тянуть тянули тянули и вытянули получается он заклинил то есть резьба кусок резьбы отрывается остается на болте и когда вы продолжаете выкручивать вот этот кусок резьбы во впадине резьбы самого болта заклинивает в другом месте где резьба в блоке двигателя есть получается такой анкерный как бы зацеп и чем сильнее вы тянете тем сильнее все это дело затягивается то есть заклинивает но вы продолжаете тянуть ну с той логикой что он же должен раскрутиться потому что когда раскручиваешь должно все крутится с каждым разом все легче с каждым витком а вот хрен потому что резьба забита и болт обламывается и тут начинается самое интересное самое интересное заключается в том что его потом без спецсредств без допустим как минимум сварки как в моем случае все это происходило просто оттуда не достать ну что ну как тут как тут без дрель это обойтись обычно для нарезки резьбы м6 шаг 125 понадобится сверло 5 миллиметров диаметре ну там 5 5 и 5 вот это что у нас это у нас 5 вообще 5 и 5 умные люди мне объяснили что если нужно сделать резьбу диаметром 6 миллиметров нарезать внутри так скажем то есть сделать отверстие в отверстие нарезать резьбу диаметром 6 миллиметров м6 шаг 125 то берешь длину шага делишь пополам и отнимаешь эту величину от нужного диаметра отверстия то есть 125 делишь пополам получаешь 0,625 то есть ну грубо говоря 0,6 миллиметра отнимаешь от 6 миллиметров получаешь необходимый диаметр сверла для того чтобы успешно нарезать отверстие если допустим вам нужно нарезать резьбу то есть прострелить отверстие нарезать резьбу м8 шаг полтора берете полтора делите на два получаете 7,05 миллиметра пять десятых каталитическая реакция началась отнимаете от 8 миллиметров получаете необходимый диаметр сверла теперь ну как бы в идеальном идеале я должен был сейчас взять сверло диаметром 5 и 5 я взял 5 у меня длинный метчик который в один проход режет сразу всю резьбу хотя есть метчики коротенькие их три в наборе первый номер второй номер и третий номер и вы их прогоняете по порядку я этого сейчас не делаю потому что я экономлю время ну что теперь можно с чистой совестью взять наконец грёбаный болт тем очень обижайся и закрутить его сюда фантастика она закрутилась а вот будь этот двигатель полностью комплектным полностью собранным и если вы все резьбы были целые все было в порядке ну кроме того что надо было бы заменить там определенные узлы и агрегаты на его разборку и сборку понадобилось бы ровно четыре часа максимум полчаса на какой-то там форс-мажор типа магнит плохо снимается моем же случае на это понадобилось два с половиной дня чтобы собрать его как для себя потому что иначе я не умею так теперь артхаус установки подставки вот четыре уха вот это мухи был обломыш я его оттуда еле выкрутил чтоб он умер и вот вот кстати говоря сейчас я могу показать болты которые стояли здесь то есть существуют нормальные болты и не очень нормальные то есть вот такой вот разнобой и вот этот разнобой столько времени крадет что просто ужас и надо масло все узлы где есть мусор все кто не любит смазывать маслом хрен с вами смазывайте противоотворотной специальной фиксирующей пастой но никогда не закручивайте на сухую всю жизнь мечтал себе иметь кучу 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 красивых и желтеньких чемоданчиков ну пускай даже если бы они были красненькие неважно он стоять не помазал и чтоб у них красиво лежало много красивых блестящих болтов все-таки правду говорят что первые 40 лет детства для мужчины самые тяжелые вообще вот это вот кстати говоря изобретение с подставкой с центральной ну несмотря на всю экстравагантность очень умная вот если взять все старенькие honda suzuki yamaha там вот это вот так неудобно сначала с ними эту гребаную подставку стащит дубовую пружину потом поставь эту гребаную подставку запихни эту гребаную дубовую пружину это столько зачастую силы отнимает потому что усилия там нужны еще те а здесь вообще бомба открутил отбросил нафиг в сторону все готово точно так же все делается наоборот когда нужно поставить на место прикрутил забыл кама сутру с вот этим вот резонатором я опущу потому что честно признаюсь я пока не приложу даже ума нисколько что с ним делать потому что все настолько плохо что я бы вообще рекомендовал хозяину купить новый потому что здесь вот это вот ну никак не поспособствует нормальной работе двигателя потому что уже тут все в кривь да в ось и пытаться восстанавливать то что потенциально уже на выброс я не хочу так что на сегодня у меня все я надеюсь что и вас порадую работа этого двигателя рано или поздно потому что у нас наконец-то в крыму свершилось чудо в рот бы ему ноги началась зима правда пока без снега снег идет жидкий крымский поэтому как только немножко попустит погоду я обязательно поеду сниму видяшку с работы этого двигателя мы послушаем возможно даже прокатимся возможно даже будет обзор на honda x8 r с двигателем а и в 49 е ну а пока у меня все я надеюсь был вам полезен с вами был евгений матвеев так что подписывайтесь оценивайте если понравилось если не понравилось тоже оценивайте комментируйте покажите весь тот арт-хаус который вы видели своим друзьям и единомышленникам ну а у меня все всем привет из крыма это мне еще жена подарила ну смысле не нынешняя жена это как как я люблю говорить вот были времена еще когда я привы при живой жене она что умерла блять ты вообще греешься или нет а где а вот так всегда получается килючик и хаботь не ломай меня гараж конечно блин гараж никто не сделает а ты а ты заживешь куда ты денешься шикарно как мне на одной работе сказали незаменимых людьев не бывает а подожди я весь крепеж сложил там вот в кораю бачку маханьку тунда сунда то блять что за поебе сука билят здесь нет здесь нет где закончилась у блять веревочки полезли у веревочки у веревочки так вот хуяк ресурс продлен свечешь на 14 до резьба по-моему да ну как и нет блять уволить тебя что ли несколько раз как как ты можешь не знать до 14 14 я не соврал так блять вот это бы все помыть саня возьми эту хуйню эту шипа мой нормально нахуй ты ебешься где крышечка блять бендикса блять где какой а вот это блять ну ты сука ты представляешь я поставил блять это ёбаная кольцо ёбаная стопорная она блять вылезла ты представляешь тварь какого хуя чё ты блять вылезла в рот тебе пароход а лучше два чтоб ту же было каждый блять в рот его мать раз одно и то же ебалась она все сука в сраку без смазка чтобы так было а вот теперь ты зачпокнулась да зачпокнулась хули там что-то там так охуеваешь тихонечко ух ты нихуя себе заебись ну вот этот герметик интересный такой да полностью причем немало немало бабок лопату купила паруся за 9000 рублев слушай это твой болт или мой болт он этот нет значит мой будет ебать ты удивил нет я просто говорю конечно долго блять на штрафплощадке обычно теник техника очень много стоит так теперь мне понадобится ключик накидной чё ну подожди бля мне еще разорваться на умных и красивых одея это самая трещу этот блять на 8 накидной с трещоткой а вот он вот он а вот хуй заклинание такое есть китайская и блять не в ту сторону двое кого двое кого и нанилой алоэ блять это сильно долго крутится блять да еще за такой цвет вилки только ядре ядре кислоты добавить кислоте и золото хуёло то вот так вот ты хочешь покрасить то заебешься ну прямо в заебешься ты вот так покрасить хуйня будет полная блять цыганчина ты еще ты еще ценники на клей блять цыгане если бы могли они бы ценники не снимали бы какие обоями еще заклеил да вот иди уже отсюда блять слава богу так лежать иди сюда зуб зуб меня чем трещотка так прикольно зуб такой трещотки меняется помнишь как она трещала как маленькая лягушка что ты там опять ух ты тут у тебя поразительная способность уделяться вообще всему знаешь мне кого напоминаешь блять вот и этот мопедный девственник знаешь как вот блять там когда обычный девственник блять раздевает бабы там в первый раз так ух ты так все таки здесь вдоль ну я просто чё все видел но не до такой степени я видел гермини блять тут и на валу даже гермини включи подвал включи подвал подвал включи как там а еще в электричках поезда раздают нет нет не так о слушай смотри какая интересная штука свет катится кто опять там он подвал рядом пуска летит себе да ниже земли не упадет ниже земли не наебнется ну хуя пиздуй на подвал хочешь да да чтоб ты блять убился сука выкручивайся пидарас ты ебаный так у меня там хоть блять не взорвется нихуя что блять происходит здесь я нихера не могу понять ты чё с ума сходишь блять ты чё с ума сходишь блять когда тебя просил гореть ты не горела а сейчас прям тебе вдруг захотелось ебанутая печка